Не надо! Не надо, не багуй, чувак, нет! Блядь! Сука, баги ебучие! Нет, я не хочу эту миссию переигрывать, ну нет, ну не надо! Май-а, 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 ха-ха! Всем привет, с вами Орал ТВ, и сегодня у меня такое немного музыкально настроение, потому что скоро уже лето, уже совсем близко, осталось всего лишь 10 дней, и мы продолжаем играть в игру GTA 4. В прошлой серии мы, с вами дорогие друзья, работали на нового нашего напарника, который дружит с Романом, а именно Брюси, или Брюси, я не знаю как его зовут, он помешан просто на своих стероидах, И мы благодаря нему заработали ну просто охуительную огромную большую базу денег Которую мы можем распоряжаться на данный момент И перед началом нашей игры Перед началом нашей величественной крутой игры Я хочу вам сказать о том, что я поеду сейчас в магазин оружия И мы закупимся по-нормальному Наконец-то у нас есть бабки Наконец-то можем нормально закупиться Потому что в прошлой серии В прошлой серии мы с вами Кстати, смотрите, магазин оружия выделили на карте Видите, то есть он типа не именно точка где-то А вот именно вот далеко он показан То есть такое ощущение, что нам надо туда Вот поэтому мы туда и едем, собственно говоря В прошлой серии у нас копы как бы забрали оружие И поэтому нам придется сейчас ехать туда и покупать что-нибудь Очередную пуколку какую-нибудь Также хейчбук-бук предложил мне такую идею Как переодеться в магазине одежды А что ему более солидненькое и крутое Я, конечно, не любитель покупать одежду Но все же мы давайте заедем и в магазин одежды Почему бы и нет? Собственно, давно мы не скитались просто по городу Мы выполняли миссии И просто, грубо говоря, мы сейчас зайдем Как обычный игрок Не как вот тот, кто выполняет просто задание А как обычный игрок Прикупим у себя оружие Так, для начала нам нужно найти в магазин оружия Чего ты? Куда лезешь, тетка? Ёпти Какого хуя налезет-то ко мне? Я не понимаю Так, мне нужно пистолет-пулемет Думаю взять Да, осмотреть оружие Нам нужно пистолет-пулемет купить, конечно же Это во-первых Для приобретения Так, и пуколь мне нужен Так, скоро в продаже Так, вот Скоро в продаже, да Мне нужен обычный пистолет Он мне подойдет для начала Мне, в принципе Без разницы Мне главное, чтобы пуколь был Патроны почему-то мало только А, вот можно купить патроны Вот, нам так вот примерно понадобится Немного узишки докупим Вот так вот И есть тут что-нибудь другое Нет, в принципе нам нормально Нам хватит оружия Че такое еще, сука? Будешь нападать на меня Потом и гребешь еще побольше Вот так мы закупились Мы всего лишь на 2000 долларов закупить Я думаю, это очень мало Поэтому мы сейчас смело засадимся в наш Шафтер Как он называется И давайте-ка сейчас точку отметим с магазином одежды Я давно там не был Там, кстати, как раз-таки недалеко Миссия от Дмитрия Который нам Очень благодарен за выполнение Мы как раз-таки к нему зайдем И начнем там выполнять миссию А пока едем в магазин одежды Я, как бы, не особо любитель покупать одежду Как в реальной жизни, так и в игре Потому что я считаю то, что Вот у меня есть футболка А зачем мне еще одна? Не, ну понятно, если там одна грязная Но еще уж на таких там максимум 3 футболки нужны У меня их довольно много Потому что, ну, сами понимаете Во-первых, они стоят дешево Во-вторых, как-то они быстро ироходятся Потому что я покупаю только дешевые футболки Бывают некоторых, я думаю, такую Ну, выкидывать, не выкидывать Потому что, бывает, ты в дырявый ходишь А бывает, ты не хочешь Короче, ладно Как-то так То есть я говорю, я не любитель прям конкретно По шмоткам покупать Я вот торговый центр Я вообще не особо люблю Там покупать это все Шмотки Я же не покупаю Как есть, так и есть Так, вы достигли места назначения Так, вот, продажа Русский магазин Мы тут были, кстати, новинки Последней моды Тут это русский, да, магазин? Да, открыто поздно Так, ну, закупать-то тут Чего у нас можно? Кстати, очки Очки, мы не покупали очки Хмм, неплохо, неплохо Так, не гораздо так умнее С очками Ну, давай посмотрим какие-нибудь другие Я бы, да, вот так он больше на Майкла похож Ну, который с GTA 5, вы помните, да? Хотя, вы, наверное, не помните Если в GTA 4 смотрят, то получается У вас GTA 5 будет только следующее Давайте вот эти вот очки понравились мне Я их оставлю Что-то он медленно как-то меняет Наверное, старикашка Такой более-менее солидный мужчина В очках Особо Как-то не понтуется Ну, в принципе, такой Так Ну, нормальный, короче, Олег Вот эту вот толстовку из 80-х Все-таки я бы поменял на какой-нибудь костюм приличный Я не то, чтобы хочу выпендриваться Я бы просто люблю официальные костюмы Они довольно красивые Ставь лайк, если тебе тоже нравится Реально круто Ну, тут вроде как я не вижу особо костюмов-то Вижу только спортивки Может быть, вот это О, вот костюм вроде, да? Вроде да Кожаный джампер Или что он там? Ну, это тоже самое Только другая на куртку Это на куртку, сука Это немного не то Погоди Я хочу себе какой-нибудь костюмчик Небольшой такой взять Но, чтобы покруче И прочее Ну, вот он жирный какой-то, блядь Мне вот не нравится то, что он такой жирный Блядь, даже не знаю, что мне брать-то еще Погоди-ка Может быть, все-таки джампер взять Вот этот вот Он вроде нормальный Или-то у него живот такой Нежирный, типа Ну, тот костюм меня как-то полонит А вот этот вот нормальный такой Ну, давайте оставим такой Ладно, насрать Да, в принципе Оставим так, как есть Он вроде даже похудее так стал Или мне показалось Вот, погоди Кипарик Кипарик Забыли Кипарик Кипарик, блядь Ха-ха Это же эта херня Который, как она Забыл Как называется-то Эта шапка Как она называется-то Квадратная Это же, блядь, забыл Не помню Ну, тут написано Зимняя шапка Но это не зимняя шапка А как-то по-другому она называется Я русский, блядь Фуражка, блядь Это кепка, не фуражка Фуражка по-другому Давай посмотрим Ну, это, ну Тут что, только такой выбор Ну, ладно Давай тогда кепку Выберем Из этих двух вариантов Этот более крутой Фуражка Good choice То есть, тут походу Реаленькую-то в русский магазин Потому что тут выбор Какой-то скудноватый Как и в России, сука Да Ну, ладно У нас вроде как Только один магазин одежды Да, я так понял Да, тут только один магазин одежды Поэтому мы, собственно говоря Едем к Дмитрию После этого С боезапасом С новыми шмотками Мы едем Гупо, это задание К Дмитрию Тут что-то около пирса Стоит Видимо, нам что-то Хочет указать The Master of the Molot Мастер молота Фигася, ночь Ночь такая черно-белая Вообще Не узнать Нико докажете Лайк поставьте Если реально крутой Дмитрий Дмитрий Под маскировкой Такой подошел Прям реально Как вовремя Надо Не, мне кажется Я нормально выбрал Костюмчик Мастер проблем Мистер Фаустин О, девочки Ой, да Одна девочка Там был пацан Интересно, какой Придется надувать Романа Да Да, кстати, это правда Я тоже так думаю Смотри-ка Короче, если я убью Михаил Тут у меня не тронут Фигаси Как все повернулось Сука, курицу и сишку Причмокивает Пипец Да, понятно Это все понятно Это все понятно Иначе никак Не ожидал Что будет такой Исход событий Оказывается Нам нужно теперь Убить Михаила Фаустина Тот, который нам Выдавал задание Вот так Вот это конечно неожиданно Не, ну по сути дела Дмитрий говорит все верно Тот Михаил Он хоть и буянил Он буянил Его и приемы предупреждали Много раз То, что тебя могут убить Собственно говоря Ник, он просто наемный убийца Он не принимает никакого участия Как бы в этих всех Скачках, хуячках И прочих Вот этих важных делах Он просто работает И выполняет свою миссию Собственно говоря Вот ему дали новый заказ Вот и все Как бы ничего такого важного Давай заедем Так, да Вот тут этот Дмитрий живет Ой, фу Не Дмитрий А Михаил какого Сейчас будем убивать Сейчас будем убивать Это карма реально Вот мистер Фаустин Мы его видим Эх Кто бы не говорил Но Это конечно жестко То, что Фаустин Теперь красная точка Ник, у тебя нет права на ошибку Михаил опасен Я стал тебе броню За углом клуба Она тебе поможет Твой друг Дмитрий Хотя бы он наш друг Это уже хорошо Так, у меня какие-то еще сообщения Да? Брюсси Ты такой крутой чувак Дорь попробовать Сам народных писателей Знаешь, копы нанимают Людей втихаря Платят им доллар За грязную работу Залезть Пользовский компьютер Посмотри сам Все понял Так, брусси Брат, зароливай Ко мне в стол Искал Мы держи 5Б Понятно Брусси Не знаю Насколько серьезно У нас дела На данный момент Поэтому мы не будем Его утруждать Мы возьмем броню Которую нам спрятали Где она, интересно? А, вот она В пакетике лежит А даже не в пакетике Просто лежит А если бы кто-то другой Взял ее Ну Никого не беспокоит Дмитрия это Даже без сейфа Броня защищает вас Перестрелка, отлично Дополнительная хп Короче Погоди, а как зайти Куда нужно? А, вот туда Назвайте Я понял Тут охрана Да стоит А, нас-то пропускают Он-то думал Что мы свои Бля, сейчас Начнется пипец-то Еще и русская песня Вот это Четко Прикольная песня Мне очень нравится Да какое место Я просто Наемник Хочет Что-то голос У нас другой Немного было Не заметили Хитяры Вообще На заднем фоне Вообще Кайф Он его брат Прикиньте Он бил от собственного брата О, щик Хотя может быть Они просто не следуют Цувировку Он свалил Походу Да С этим не поспоришь Давайте уже Перестрелку Давайте А что вы в тюрьме были? Но он с ним знаком Я точно помню Он знаком был В самом начале С этим чуваком Горячее лето Это прямо про сейчас Так, он еще не умрет Отлично А что мы стоим-то? Давайте перестреливаться Понятно Понял, да? Так, так, так Где-то что-то Блять, сука Я промазал Куда бежать-то надо? Со всех сторон, сука, прут Вот эта миссия довольно трудна Наверное, много будет, да? Противников Так, погоди, он убегает Куда-то Только непонятно Куда наверх Куда-то убежал Или в гардероб Куда-то Непонятно Короче, он в здании В этом я точно знаю Горячее лето У нас нет времени У нас нет времени Нужно Фаустина догнать И убить его Он кинул кого-то Очень сильно напоминают Мафию 2 Хуя, там пулемет Короче достал Он в стену стреляет Но ничего у нас есть На этот случай Дробовик Дробовик Нормально, да? Стреляю Хитростью взял, блять Хитростью взял Серьезно Докажете? Сейчас мы его завалим А мы его уже завалили Бэм Ха-ха-ха Видали? Я в то сранение Сразу вылезла Сука, я думал Она продолжится Я хочу услышать эту тему Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Вот таким вот Макаром Мы убили Фаустина Нашего врага Ну, звоним Дмитрию Сейчас сообщаем Собственно говоря Да Ну мы сделали свое дело Нам деньги заплатили Собственно говоря Мы просто наемники Он реально похож на Клода Точно такой же Вот я заметил то, что Rockstar Games Они любят делать Эти Клода-подобных персонажей Ника Клода-подобный персонаж Слам Клод Клода-подобный персонаж И этот как его А, нет Метро, погодите Делали в другой фирме Да Я хотел сказать То, что Артем тоже Клода-подобный персонаж Тот самый Артем Из метро к Зодос Если вы помните Все, дорогие друзья Если не знаете То посмотрите Обязательно плейлист Я оставлю в подсказочке Ну, в общем, почекайте А сейчас Ой-ой-ой-ой Как плохо Там мне Как я врезался плохо В машину Так Мы сейчас едем К Брюси К Брюси К нашему чуваку Который там Нас дожидаются уже, наверное Ну, вы поняли Да К другу Романа На самом деле Роман Это единственный персонаж И вообще Его друзья С которыми у нас пока что Хотя бы какой-то мир И вы смотрите Ника был прав Он реально со всеми разобрался Он разобрался со Кустином Он разобрался со Владом Вы можете посмотреть Позвонить Дмитрию Чтобы узнать Поговорил ли он с Петровичем А можете подождать его звонка Я подожду У звонка У нас еще есть одна миссия С Брюси Которую мы выполним Собственно говоря То есть реально Он Он разобрался Со всеми проблемами Причем Романа И трогаю при этом Он реально очень хороший брат Я считаю Ника Ника по отношению К Роману Реально Он ничего такого плохого Не делает Я не знаю почему Роман его засирает Как-то я не очень хорошо Проехал Но Я думаю тут можно Да Сехать Вот так вот Окей Понял Вылезаем Сейчас мы как раз таки Набежим на Брюси Брюсс Лиска Как я его называю И посмотрим Что нам выясно Этот раз Бля мне конечно Немного жалко Фустина Но пришлось так все сделать Все таки его приближали Реально много раз И нечего Уебываться Изи Аз Кенби Просто Насколько возможно Он тут все занимается Блядь Кстати прикольный Датушка на сиськи У него Сейчас тебе покажу Блядь Окей Да вы ебываться Сука Ника Ты конечно Ника Крутой Я Я Я Хуя Он занимается Реально Сколько у него Энергетиков В себе Он наверное Плещет По три банки Реально Да Говорю Под чем-то Был Да Че ему нужна Еще одна доза Всего-то машину Украсть Это вообще Да Да Кстати Он тогда Очень много Заплатил Хуя Он конечно Тут еще Парится Ну вы все Слушали миссию В принципе Ничего такого Сложного Тут нет Это всего лишь Просто нажать Нобочку F Около машинки Потом И отогнать В нужное место Нет ничего Проще Чем это сделать Собственно говоря Вот кстати Неподалеку У нас Эта тачка Ну С помощью которой Мы можем Уполнить Задание Я Собственно говоря Хуя Я супер хиро Президенты Короче Че это все За звуки Такие странные Вы слышите Да Пим Пим Че Такое Откуда Идет Такой звук Короче Нам нужно Просто Приехать Дять машинку И уехать Обратно Ну Привезти ее Владельцу Собственно говоря Сейчас Это и сделаю Вот Слышали Опять Пим Пим Че это Такое Причем Это именно Тогда Когда я В тачке А если Я радиус Меню Опять Тынь Тынь Че это Такое Обще Давайте На классик Поменяем Может быть Это дело В радио А это Навигатор Сухо Turn left Там написано Блять Точнее Говорится Тун Тун Это Навигатор Фига себе Фича А почему И не добавили В GTA 5 Это же Была Прикольная Тема Вообще Turn Лево Turn Right Вот это Вот все Прикольная Тема Это как Яндекс Навигатор Реально Зайдите За угол Найдите Тачку Да Вообще Без Такая Простая Миссия Серьезно Брюсси Да Ничего Не можешь Сам Что ли Это Сделать Это 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 Может Каждый Школьник Сделать Абсолютно Каждый Школьник Вот Тачка Ну Всего То Блять Всего То Взять Даже Открыто Она Блять Ну Я В принципе Я предполагал Что все Настолько Просто Не может Быть Но Кто Нам Запрещает Просто Взять И Убить Этих Чуваков Никто А Можно Вообще Просто Уехать От Них Че Проблемы Пригоните Тачку В гараж Брюши Ну Че Они Там Че У вас Там Изи Изи Пизи Лемон Сквизи Всего Надо Было Только Водителя Убить И все И Выполни Места Шо Заебались Сделайте Так Чтобы Полиция Перестала Скать А Да Блядь Охуеть Полиция Перестал Блядь У нас Еще Хвост Еще Полиция Вот Это Уже Жестко Вот Это Уже Непростая Миссия Бля Коп Это Сука Пиздец Коп Это Сука Пиздец И Он Надеюсь Он Ничего Не Говорит За Тачка Чуть Привожди Повреждена Совсем Чуть Привожди Капот Открыт Совсем Чуть Привожди Так Ничего Ничего Не будет Надеюсь Надеюсь Ничего Не будет Поезжайте В гора Сбрюси Все Сейчас Мы едем В гаражик Сейчас Мы расслабимся Эти чуваки Нам ничего Не могут Делать Что они Гонят Отлично Гонят Очень Хорошо Гонят А что Навигатор Не работает Это Прикиньте Это Наверное Короче В некоторых Тачках Сделали Эту Хрей Вот Это Прикольно То есть Получается Есть Такая Классификация Крутая И Плохая Машина И В плохих Тачках Типа Нет Навигатора То есть Тачка Плохая Тут Нет Навигатора Ну Или Я не знаю Короче Это Вообще Прикольная Тима Почему Не сделали В GTA 5 Я не понимаю Да Вы Надоели Уже Стрелять Я Сейчас Остреляю Все Шишки Да Вы Надоели Сука Сука Надоели Нет Надоели Все 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 Горит Машина Блять Получ Еще И Коп Меня Ищут Еще И Коп У меня Ищут А мы Сделаем Короче Повторить Еще Раз Да Бля Жалко Конечно Не так Просто Как я Думал На самом Деле Ну Да Подвох Был Подвох Очевиден Собственно Говори Я Учу Таким Образом Ну На Себе Короче Откро Что Мне Нравится Как Ника Взлом Утачки Это Вообще Так Круто Прикольно Там Поют Вообще Так Раз Девочка Крутая Интересно Вот этих Чуваков Можно Убить Сразу После Толки Втачку Сел То Я Выйду Из Машины И Мы Попробуем Перестрелять Час Как Вы Думаете Возможно Так Просто Гараж Находится Довольно Далековато И Как То Ехать Туда Не Очень Охота Если Честно Но Ничего Я думаю Что Мы Выполним Эту Миссию Ничего Несложного Нет Надо Просто Правильно Подойти К этому Вопросу Правильно И Верно Надо Просто Я думаю Выйти На Тачки Перестрелять Сначала Всех Чуваков И Потом Войти В машину И поехать Спокойно Но У меня Вот Возник Вопрос Спавнится Лет Чуваки Сразу После Того Мента Как Мы Выезжаем То есть Мы Выехали Они Спавнятся Скорее Всего За нами Просто Тупо За нами Вот Нельзя Было Быструю Поездку Или Че Такое Ну Тут Хрень Которая Позволяет Сразу Чуть Миссию Еще Раз Запустить Прямо В этой Машине Не Было Бо Никаких Проблем Давайте Так И Сделаем Попробуем То есть Они Нам Рабили Машину Пропустить Это Можно Как-то Да Можно А Нельзя Пропустить Музыка Игра Короче Сейчас Выхожу Просто Еблит Даю Вот И Все Один Готов Второй Готов Вот И Все Проблем Крешина Погнали Я Думаю Это Нормальный Вариант Да Я Правильно Сделал Как Вы Думаете А то Че Это По пути Стреляю Косок Рива Да И А тут Сразу Можно Был Найти Ну Сразу Обстрел Все Да Че Не Так То Тут Еще Две Машины Короче Блять Копы Блять Копы Копы И Вот Эти Чуваки Это Вообще Проблема Полная Так Одна Готовая Машина Надо Водителя Убивать Сразу Потому Что Без Водителя Он Не Едет Сам По Себе Ну Я имею Ввиду Эти Машины Сейчас Маткоп Ускроемся И Все Хорошо Будет Я Думаю Мы Эти Машинки Убили И Все Все Отлично Так Достава Есть Достава Справа Есть Но Нужно Быть Осторожным Блять Осторожно Осторожно Одна Звездочка Кокера Так Долго То Все Все Спокойненько Все Решили Видите Пацаны Как я Как я Говорю Спокойненько Все Прешение Каких проблем Каких Трабов У нас Не Возникло Так И Нужно Решать Все Проблем Мирно Совсем Мирно Путем Но Все Большинство Случа Мирно Потому Что Лучше Потерять Один Процент На войне Чем Всю Тиму Сразу Который Если Понимаете О чем Я То есть Они Послали Всего Лишь Шестерок Лучше Потерять Шестерок Чем Всех Люди Которые Там Должны Были Приехать На Эту Погоню Летерная Чего Ладно Мы Принцип Приехали И Надеюсь Нам Заплатит Настолько Уже Солидно Как В прошлый Раз И Еще Я Хотел Посмотреть Какой Новый Магазин Надежды Потому Что Этот Магазин Какой Тухленький Который Мы Заезжали В любом Случай Ладно Ладно Не так Важно Давайте Подъедем Спокойненько Сюда Даже Открыли Ворота Изи Почти Не старались Ну Да Интересно Откуда Брюси Стук Денег Он Вроде Довольно Глупый Сука Что Это Такое Продошло Блядь Бля Это Бак Какой Нет Только Не 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 надо Не Не надо Не Багуй Чувак Нет Бля Солка Баги Ебучие Нет Я не хочу Эту миссию Переигрывать Ну Нет Ну Не Надо Я Уж Думал Я Сейчас Короче По Новый Буду Переигрывать Эту Миссию Сколько Нам Денег Заплатили Я Не особо Поним Вроде Три Касаря Долларов Точно Заплатили Позвоним Брюси Ника Реально Крутой Пацан Это Видно Невооруженным Взглядом Еще Один Бро У нас Ника Начинает Обрастать Большим Кругом Связей Которые Смогут Помочь Ему Стать Более Крутым Чего Ему Коптут На Меня Выпендриваться А на Любом Случай Пока Смотрите Другие Серии Обязательно Плэлист Данной Груб От В Писания Хочу Пожелать Вам Удачи Поставьте Лайк Подпишись На Канал Все Причем Сами Понимаете На каждом Канале Там Это Все Делал В конце Колокольчик Там Все Понятно И Всем До Скорого И Всем Пока 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 Привет Дорогие Друзья С вами Раут И Сегодня У нас Скажем Так Я Расскажу По поводу Конкурс В общем Для того Чтобы Участвовать В конкурсе Вам Необходимо Поставить Лайк Делать Репост Любого Выпуска Себе В социальную Сеть Написать Что Вы Участвуете В комментариях После Этого Вам Нужно Зайти В ссылку В описании Видеоролик Который Вы Смотрите И Заполнить Небольшую Форму Во-первых Ваш Никнейм Это Тот Ник Который У вас На Ютубе Вы Пишите Вот Сюда Социальная Сеть Ну Не знаю Ссылка Или Никнейм Социальной Сети Если Например Телеграм Это Никнейм Если Вконтакте То Это Ссылка К примеру Вот Типа Это Мой Никнейм Ссылка На Профиль Ютуб Для Проверки Лайка То Что Поставил Лайк Обязательно Убедить Что У вас Открыт Плейлист Понравившееся Видео И Игра После Этого Нажимаете Кнопку Отправить Я У себя Это Все Фиксирую Как Вы Видите Ответы Отдельные Пользователи И Вижу Вашу Анкету После Вручаю Ваш Выигрыш Выигрыш Будет 500 Рублей Вот Стандартный Розыгрыш Но мы Разыграем Каждую Игру То есть Вы Понимаете 500 Рублей На Каждую Игру А Игры У нас Могут Быть Короткие Длинные А Вы Можете Вообще Принять Часть Во всех Играх Так Что Запомните Поэтому Такая Стоимость Участвуйте В конкурсах Всем Желаю Удачи Всего